Фэшн Мьюзик и Дизайн Лайф С музыкальным сопровождением самых топовых диджеев России и Европы Яркие краски венецианского бала Маскарада, элегантные платья модного дома Славски И эксклюзивные украшения ювелирного дома Донна Луна Буря эмоций, ярких красок Венеции и классической элегантности Сольются в яркой постановке специально к открытию праздника моды Fashion Life Уникальность нового шоу в соединении моды и музыки А также в поддержке молодых креативных модельеров Экстравагантные образы от кутюр, яркие краски прет-а-порте Популярная музыка и виртуозная игра диджеев соединятся в постановке нового проекта Интересные события это слияние музыки, моды Чем более есть возможность такая показать молодых модельеров Здесь сегодня мы увидим много молодых модельеров очень интересных Поэтому это супер, когда ты вот смотришь и увидишь какую-то такую фишку, которую потом к себе используешь Супер! Консерватизм, ну, тоже хорош, но я как называю таким... Пиф! Консерватизм должен быть такой консерватизм, хороший По-настоящему немного с дурницой такой, скажем С перчинкой С перчинкой, да Ну что ж, будем ждать перчинку от Ярослава Стаховского Обязательно! Спасибо! На ваш взгляд, как мода и музыка связаны между собой? Очень тесно Потому что музыка любая, без моды невозможна абсолютно Все артисты стараются создать какие-то тенденции и так далее Поэтому самым непосредственным образом Современных дизайнеров мало кого знает, только начинаю узнавать, знакомиться И мне очень приятно, что меня приглашают всегда в качестве модели Потому что оказывается, что есть у нас в России, чтобы вы знали Ребята молодые, хорошие, интересные, которые шьются красивую одежду Качественную, самое главное, и по доступной цене И если бы вы пришли ко мне в гости и... А мы ведь придем! А вы ведь придете! И посмотрели, что у меня в гардеробе Вообще, в последнее время я полюбила платье Неважно, это лето или зима Потому что мы всегда же тщательно продумываем свой гардероб И когда ты комбинируешь кофточку с джинсами На это уходит столько времени А платье надел и пошел Поэтому в последнее время я даю предпочтение в гардеробе платьем Это могут быть шерстяные, вязаные, с открытой спиной, короткие, длинные То есть платьев, наверное, у меня больше всего в гардеробе Спортивные штаны, теплые фуфайку, шерстяные носки Мне всегда прекрасно Но если так случится вдруг По воле злых филайских вьюг Что ты меня покинешь Мой прекрасный друг И где-то там, во-вторых, где Ты вдруг окажешься в беде Как я смогу на помощь Прийти тогда к тебе Ты мне спорь, ты мне спорь О том, как крысе вибрится И пускай голос твой Подобно белокрылой птице Легко летит над снежною твой Легко летит над снежно Сегодняшнее мероприятие для меня очень интересно тем, что мне хочется посмотреть, чтобы подготовили дизайнеры на будущий сезон, на весну, потому что весной женщины расцветают, они хотят быть новыми, красивыми, и дизайнеры, модельеры, имиджмейкеры, такие, как я, предлагают, как правило, что-то новое. Моя коллекция будет представлена на «Неделе высокой моды» в этом году, и мне интересно посмотреть, что делают коллеги. Я хотела бы вам представить, собственно, виновника сегодняшнего торжества Владимира Славского с его близкой подругой Малиной. Добрый вечер! Привет, привет! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, когда к вам в голову пришла такая идея? 6 ноября стартовал проект, в рамках которого мы презентовали первую шоу-программу. Сегодня мы презентуем новую программу нашего шоу. Мы представляем известные модные дома, а также представляем молодых модельеров, действительно талантливых людей, которых ждет светлое будущее и возможность с помощью нашего проекта осуществить многие свои желания и амбиции, воплотить в жизнь. Мой личный вклад – я буду закрывать все мероприятие французской темой, я буду петь на французском языке. Володя очень этого хотел, поэтому в конце на моей песне я соединю всех дизайнеров, всех участников, и буду петь, и они будут вместе со мной стоять на сцене, и мы будем ликовать, что наконец-то это событие свершилось, мы очень давно его ждали. Володя очень старался, и, по-моему, все получилось, и получится. На ваш взгляд, в чем магия ювелирных украшений? Магия ювелирных украшений? Мои украшения делаются вручную. Ну, каждая вещь по-своему уникальна, она практически неповторима, и туда, конечно, вкладывается душа мастера, энергетика и магия. Магия камня, которая оберегает, защищает и помогает. Какой ваш камень? Я люблю все камни. Я считаю, что каждый камень, астрологию я ее уважаю, мне очень нравится метафизика, но я считаю, что каждый камень, он имеет определенное свойство, и он помогает каждому человеку, как, например, кристалл, он помогает забирать на себя плохую энергию, аметист помогает. То есть, я думаю, что каждый камень помогает. Как вы относитесь к моде, к современной моде, к модным тенденциям? Я отношусь совершенно спокойно, что-то мне может нравиться, что-то нет, но я уважаю, так сказать, искусство других людей, настоящий художник, он никогда не сможет сказать что-то плохого про что-то, что создал другой человек. Расскажите, пожалуйста, как вы подбирали музыку для сегодняшнего мероприятия? Вообще это было сложно или нет? Все-таки тут графья собрались как-никак. Ну, совсем немного сложно, поскольку я немного играю в другом направлении. В каком направлении вы играете? В прогрессив хаос играю. Ну, я как человек творческий, представляла подиум, представляла красивое платье, красивых девушек и качала музыку ту, которая играла мое воображение. А вообще вы любите модно одеваться? Модничать любите? Конечно. Что предпочитаете? То, что мне по вкусу и то, что на мне хорошо сидит. Вы себя представляете в венецианском костюме, скажу? Почему бы и нет? Я человек разносторонний. Могу и вот в таком франавальном костюме выступить. Я думаю, что никто не против выступить вот в таком костюме. Наш почетный гражданин, замечательная, красивая, умная, самостоятельная, сильная женщина, телеведущая Ольга Пузова. И она теперь является наследной дворянкой и получает титул «Принцесса в Африке». Я принцесса. Аплодисменты, Ольга. Аплодисменты, Ольга. Аплодисменты, Ольга.